Привет! В этом видеоролике я хочу вас познакомить с программой, которая очень многим пригодится, потому что теперь смотреть видеоролики не на своем языке в YouTube очень удобно. Это можно делать с помощью мобильного приложения. На момент съемок это приложение доступно на Android и в разработке на iOS. Поэтому наберитесь терпения, а в этом видео я вас познакомлю с этой программой. И нашим зрителям будет специальный промокод, чтобы можно использовать его полностью, все возможности, без рекламы. Когда-то я снял видеоролик, как на компьютере можно перевести с помощью субтитров и смотреть иноязычные ролики на своем родном языке. Но надо было всматриваться в титры каждый раз. И множество вопросов под этим видеороликом было, а есть ли на мобильном приложении, а как на телефоне смотреть. И вот Богдан написал, разработчик этой программы, связался с нами и предложил нам протестировать эту программу. Очень, очень доволен этой программой. Я теперь могу смотреть и другие документальные фильмы на других языках. Первый источник, как только выпускает, не нужно ждать или искать какие-то ролики, где их уже перевели кто-то. Здесь это будет делать это приложение автоматически, мгновенно, и я вас научу им пользоваться. Вначале покажу, как работает это приложение. Запускаем его и, например, выбираем свежие английские или американские новости. Но вначале давайте покажу, как эти новости звучат в оригинале. Запускаем. То есть суть понятна, они полностью на английском языке, но есть субтитры, которые можно активировать. И если, конечно же, вы используете компьютер, то здесь можно их переводить автоматически. YouTube поддерживает. Заходим по шестеренке, переключаем и переводим их здесь с английского на русский. Но если у вас телефон, то как раз это приложение вам поможет. А теперь давайте послушаем звуковое сопровождение через программу на русском языке. Растущее опасение перед новой вспышкой. Этот очень заразный новый штамп. Найдено в третьем состоянии. Давайте теперь посмотрим вообще на это приложение, что еще умеет. Видно, что закадровый голос есть и вы слышите электронный голос, перевод этого видео. И он достаточно понятный. Смотрим это приложение. В строке поиска нам необходимо написать Lingvotube. Не зря оно имеет второе слово или приставку Tube. YouTube. Конечно же, эти все видеоролики в этой программе берутся с YouTube и показываются в этой программе. Я вам покажу, как можно прямо с YouTube переходить в это приложение. Но для начала нам его необходимо установить. Устанавливаем его. После этого нажимаем открыть. И нас приветствует. Вот обычное меню простого приложения. Сверху имеются рекомендуемые, которые будут предлагаться вам в зависимости от того, что вы предпочитаете смотреть или какие-то новинки выходят. Или же раздел недавнее. То есть то, что вы смотрели и хотите вернуться, чтобы пересмотреть. Еще один немаловажный приятный бонус, что с помощью этой программы даже можно учить иностранные языки. И я вам покажу, как это делать. Здесь есть даже отдельный пункт под названием закладки. Переходим в нижнюю часть этого приложения. Есть отдельно раздел видео, а есть те самые закладки. Чтобы выбрать голос, скорость речи или же какие-то другие функции, вам необходимо для начала открыть какое-то видео. Открываем, например, вот этот вот Sonar Secrets. Открываем этот видеоролик. Вы, ребята, делаете такие вещи. Это не пройти. Последние 15 секунд должны пройти. Останавливаемся здесь. На воспроизводящем окне нам явно подсказывает, что это с YouTube видеоролик. Обратите внимание, что титров здесь на самом видео нет. Здесь есть возможность ускорить видео, чтобы можно было чуть медленнее воспроизводить при необходимости, чтобы услышать, возможно, как правильно произносится это слово. И я сейчас вам покажу, как вот работает. Посмотрите, автор разговаривает. Есть очень тонкая. И здесь перевод. Есть очень тонкая грань между несекретным и квалифицированным. И здесь уже весь этот текст присутствует, всего видеоролика, включая перевод. Вы заметили, что иногда не до конца перевод идет. Много текста в титрах и переключение титров уже идет дальше. Программа не способна сама понять, что нужно остановить на паузу, допереводить вам. И это естественно. Но можно найти выход из положения. Что я делаю? Обратите внимание, что в нижней части появились в режиме видео дополнительные кнопки. Это субтитры, это голос, это закладки и плейлист. Давайте посмотрим на субтитры. Нажимаем. И здесь можно настроить, какой язык будет главным, на который должно переводить. Например, вы хотите учить какой-то другой язык, то тогда вам можно перевести здесь на самое доступное. Посмотрите, сколько здесь языков. Ну, допустим, я переключаю на немецкий. И сейчас весь текст будет звучать на немецком языке. Если вы щирый украинец, то пожалуйста. Голос также можно изменить. Нажимаем на голос. И здесь открывается множество настроек по голосу. В самом низу здесь указано голоса. Какие доступны голоса. И вы можете проверить. Нажимаем на другой голос. Еще один. Видно, что здесь три женских голоса. Особо они не отличаются. Но если выбрать, например, румынский. И посмотрим, что у нас на румынском. Какие есть голоса. Тоже три. Но вот самые такие большие языки на русском. Там очень большой выбор. Давайте послушаем на румынском. Подозреваю, что вот эти самые такие распространенные, они имеют много голосов. А другие, будем говорить так, добавлены движки голосовые. Но в разделе голоса вернемся к русскому языку. Русский. Хочу, чтобы переводило мне на русский. И здесь можно выбрать субтитры. Есть обработаны автором. Потому что я сам, как автор видеороликов, знаю, что YouTube автоматически создает субтитры. Порой там абра-кадабра. Но есть ролик, который уже с субтитрами от автора дополнительно. И вот здесь мы видим, что есть английская створена автоматично. И есть английская создана специально. И вот такие я больше рекомендую в субтитрах выбирать. Потому что они более правильные, безошибочно продуманные автором или кем-то из команды того, кто снимал этот видеоролик. Далее в разделе голос. Вот тут много голосов. Посмотрите. 11 я насчитал. И вот выбираем Ruru Language. Давайте послушаем. И как они отфильтровывают разные сигналы. И в какой-то момент разговор переключил. Если какой-то голос не нравится, можете подобрать такой, который вам больше по душе. Это не классифицированное руководство RP33. Вот этот голос мне больше нравится. Если хоть. В конце концов, исполнительный директор Эндрюс был очень терпелив. И он не прекратил разговор полностью. Не успевает. Теперь заходим в режим голоса. И здесь мы настраиваем. Можно закадровый голос включить, чтобы был. Автоматическая скорость речи. Оставляем. И вот скорость речи здесь можно добавить. Теперь он будет титры читать быстрее. И будет успевать в то, что он читает. Также можно отрегулировать высоту голоса. Вот добавим высоты. Итак, если у нас есть что-то здесь, с чем мы связываемся здесь? Скорость речи увеличена. Я знаю, что это проблема с радаром. Я не знаю, что это проблема с сонаром. Но как мы создаем, если мы? Если же я хочу убавить голос из оригинального видео, чтобы он был тише. Ну как, знаете, в старых фильмах или вообще в фильмах, которые мы смотрим, есть дубляж, дублированные фильмы, то часто оригинальный звук просто убирают и добавляют тот уже озвученный. Но вот здесь это можно отрегулировать. Громкость видео стоит на нуле. Громкость речи на максимум. И что у нас вышло? Мы не слышим теперь звук видео. А потом мы получаем возвращение. Что может случиться, если я правильно понимаю часть этого? Так удобнее без постороннего шума. Но если вы хотите ориентироваться, то тогда добавьте закадровый голос. Вы попадаете сюда, здесь или здесь, 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 здесь. Здесь вы получаете много лучшего. Так что в основном есть несколько способов вернуть на судно. Это режимы голоса. Теперь закладки. Представьте себе, что вот я хочу изучить, например, вот этот текст, который здесь у меня. Так что в основном есть несколько способов вернуть на судно. Я нажимаю три точки и здесь закладка. Добавляю эту закладку и добавляю заметку. Какую-то, которую я хочу добавить. Например, изучаю тему как моряк о судне. Ну и пишу, например, плавание. Сохранить. Все, теперь здесь отмечено у меня, что здесь есть закладка и я в любой момент, где бы я не находился, например, я вот здесь нахожусь сейчас, но нажав на закладки, у меня здесь есть на 16-24 отметка. Я нажимаю на три точки и нажимаю играть. И он, как тайм-код, быстро переносит на 100 места, чтобы прослушать или вспомнить. Это еще можно использовать, если вы смотрели видеоролик и не досмотрели его до конца. Вы можете сделать закладку и вернуться завтра или чуть позже, через пару часов, чтобы досмотреть с этого момента. Точно так же закладку можно и удалить. Вернуться назад, стрелку нажимаем и дальше выбираем, смотрим какой-то другой ролик. Я, например, люблю смотреть ребят замедленной съемки. Добро пожаловать в этот спонсируется МИО. Так, ускорим. Это усилитель воды, который, когда вы брызгаете воды, вы получите очень визуально привлекательный цветной желоб. Тут я обычно не отключаю фоновый звук, потому что там много спецэффектов, звуков и хочется их почувствовать вживую. Ну и, конечно, услышать перевод. Поэтому очень-очень здоровская программа. И если вы хотите из YouTube перейти, чтобы быстро перейти из YouTube, открываем любое видео. Открываем этих ребят и проверяем, есть ли здесь субтитры. Написано, для этого видео субтитров нет. Значит, к этой программе они не подойдут. Программа переводит на основании субтитров. Вот здесь есть. Теперь нажимаем поделиться. Ищем теперь наше приложение для перевода субтитров, точнее видеороликов и озвучки LinguaTube. И это видео открывается в программе LinguaTube. Привет, интернет. Я Геф, я Дэн, и мы медленные парни. Медленные парни. И это видео о каких-то странных и странных перспективах заметно. Добавляем скорость речи. Вот и все. Смотрим свой любимый видеоролик и наслаждаемся на своем родном языке. При этом одновременно мы еще и можем поднимать свою квалификацию в обучении какого-то иностранного языка. Смотреть любые видеоролики на японском, китайском. Вышел новый телефон, хотите посмотреть, что о нем говорят там в Китае, вписывайте модель. Это что очень важно. Вот посмотрите, как это работает. Эта программа переводит, что вы написали, на тот язык. Ну, давайте покажу. В строке поиска вы на своем языке можете написать какую-то информацию. Давайте напишем погода. И у вас ведь стоит там английский язык, правильно? И в зависимости от того языка или страны, которую вы хотите обозреть, так сказать, нажимаем в строке поиска на вот эти вот шестеренки. И здесь выбираем французский. Применить. И мы сейчас ищем по русскому слову погода французские видеоролики. Вот здесь даже переведено, как это будет. La meteo. Ну, я, может, неправильно прочитал. И теперь включаем. Всем привет, меня зовут Кэролайн. Добро пожаловать на канал YouTube.com. Цепочка, на которой вы научитесь всем говорить, как француз. Вот вам и прекрасная возможность обучаться, имея вашего надежного помощника, электронный какой-то гаджет, смартфон, планшет, везде, где есть Android, и установить его. Напомню, что можно скачать через Play Market, написав LinguaTube, либо перейти в описание и скачать это приложение. И для наших подписчиков, зрителей, до февраля месяца 2021 года действует специальный промокод. Всем, без ограничений. Можете вводить его. Он здесь вот появился. Вписывайте его. Знаете, как активировать. Открываете боковую строку, вот здесь. Вводите, и у вас полный доступ, без ограничений. Ну, а дальше, если вы оценили возможности, почему бы не приобрести на постоянной основе. Рад был поделиться. Думаю, что вам эта информация будет полезной. Для меня большая честь познакомить с этой программой всех вас. И думаю, вы оцените труды лайком. С вами был Сергей. Вы на канале TheGradчики. До встречи в новых видео. Пока.